друзья всем привет сейчас немного процесса пошива как я делаю блок часть блока вернее покажу вам мои заготовочки квадратики 8 на 8 8 на 15 я уже подготовила и будучи и сейчас значит строчка у нас обычная прямая длина стежка 2 и 5 просто показывал как я это делаю отгибаем вот припуск выпуск на эту сторону пальцем на ваш следующем когда вы сделаете вот эти заготовки и потом уже садитесь шить часть этого блока на просьбе этот припуск к серединке то есть припуски вот сюда это значит у нас вот такая часть часть от блока от нашего вот мы сейчас сшили вот эту часть вот она капочка теперь будем сшить вот эту часть квадратики я уже подготовила вкладываем как нам надо так и прошиваем припуск к верху потом вот эту нашу капусточку разрезаю почему-то называют ее как и вот эти вот знаете когда треугольнички получаются так отглаживаю я вот эти уже знаете после того как все сошью потом их сшиваем вот это пришиваю вот эту кладу вот так вот под машинку вот 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 привет хочу вам еще подсказать что мы должны вырезать с вами вот такие квадраты однотонные ткани ну либо какой-то другой ткани не такой как здесь вот в этом в этой части от блока да мы должны вырезать стороны 20 на 20 так после того как вы собрали из маленьких квадратиков вот такую часть надо ее подрезать некоторые вот эти части они получаются маленько неровны это ничего страшного там допустим вот это 20 может быть сантиметров сторона а это 19 половин ничего страшного потом когда мы будем сшивать мы это будем регулировать допустим вот смотрите вот видите она чуть-чуть выступает все равно ткань за пределы либо вот здесь бывает не сходится это ничего страшного потом при сшивании вот так вот когда мы будем сшивать стачивать машинку все выровняется и все нормально будет ничего страшного если там у вас этот блок маленько перекосило в итоге когда мы сделаем сошьем вот такие вот там вам видно такие блоки значит их тоже надо будет маленько подровнять значит вырезаем и потом по фотографиям я вам покажу как складывать и потом стачивать между собой вот эти вот все детали вместе вот цветы девочки ну вот смотрите в одно полотно ну такой вот у меня получилось нашила я по краям этого покрывала вот эти вот вставки по бокам ставки я сделала 20 сантиметров ширина а вот по ну вот сверху и снизу здесь сделала по 10 сантиметров ширину довольно таки большого покрывала получается я его сейчас отглажу и буду прокладывать синтепоном и простегивать а потом уже сделаю обратную сторону покрывала показываю вам обзор на новое покрывало на кровать вот такое большое покрывало у меня получилось той же самый рисунок блок который я делала мастер-класс на этот блок из остатков ткани я сшила вот такую вот сидушку значит на это покрывало она очень большое это надо в спальную кровать видите прям до пола эти падок вот проложила синтепоном простегала вот по этим квадратом по этим розовым тоже ткани использовала из магнатекс а некоторым девочкам я видела попадались и такие такие расцветки все вот так значит насчет кресла на на стул вот такая подушечка такая подушечка с этой стороны я сделала вот а здесь уже вот с этим блоком вот блока хватает вот на это видите вот здесь пришила с этой стороны хлястик и с этой стороны хлястик знаете для чего я хочу вот так вот эту всю душу положить и сделать ленты значит они будут за этот хлястик и зато цепляться и проходить вот мне ну как бы вот так вот въезжай до из той стороны на хлястик цепляться ну то есть чтобы вот она конечно лежит хорошо это подушка ну чтобы она не ездила у меня немного насморка начался так что простите пожалуйста ну вот такой покрывала ну я думаю неплохо получилось даже девочки и вот видите вот как бы воланчики вон там два скорее всего там она выкроена по косой надо ее хорошенько отутюжить может быть и будет нормально но я думаю все равно она будет вот так волнить если бы использовала стежка покрывала ну там в виде мозгов или там с каким-то узором да полностью все покрывала покрыто было бы стежкой тогда таких бы моментов не было но если мы стягаем именно по каким-то отдельным участкам мне кажется всегда будут такие моменты волны вот эти небольшие такой наборчик скажем так пока пока с вами была марина